Творческая мастерская, научная площадка, культурный центр, источник вдохновения. Центральный дом архитектора отмечает 80-летие. У комплекса зданий в Гранатовом переулке богатая история. Самые яркие эпизоды прошлого и современности у Матана Трагимовой. Этот каменный особняк помнит и купеческие баллы, революционные волнения, даже секреты французских дипломатов. Когда в 1937-м его передали Союзу архитекторов, Андрей Таранов ещё мальчишкой впервые пришёл сюда с родителями на новогоднюю ёлку. Если представить себе, что было со мной 70 лет назад, когда я был 6-7-летним ребёнком и впервые попал в такую атмосферу, волшебство. Работать просто в таком интерьере — это совершенно не то, что сидеть за казёнными столами. Невесомый, украшенный изящный лепниный потолок венчает двухэтажный деревянный холл. Арочную галерею освещает хрустальная люстра. Интерьер выдержан в лучших традициях готики и барокко. Это творение знаменитого Эрихсона возвели за одно лето, а стоит он уже больше века. Внутренние убранства, например, портал дверей или стрелочные окна, сохранились почти в первозданном виде. Но исключительное богатство представляет библиотека. Тяжёлые фолианты — редкие издания по архитектуре на языке оригинала. Собрал их в 30-е годы главный архитектор Москвы — Карл Абян. Он ездил по букинистическим магазинам и покупал ценные книги. У нас есть уникальные издания, которые, в общем-то, сейчас даже в интернете, я думаю, невозможно найти. Пройтись по зданию словно прошагать сквозь века из восхитительного особняка конца 19 века прямиком в сердце дома. Торжественный белый зал времён сталинского ампира. И буквально через минуту попасть в современную инноваторскую студию — архитектурный каворкинг. Деревянный бюст в революционном цвете — что-то общее между Че Геварой и русским богатырём. Собирательный образ архитектора-реформатора отражает атмосферу мастерской. Мы изначально делали всё попроще, чтобы студенты, молодёжь, которые приходили, чувствовали себя здесь в своей тарелке. И это уникальная возможность для молодёжи почувствовать это всё, перенять какой-то опыт, потому что в реальной жизни не каждый может с мэтрами пообщаться. Центральная часть здания — большой концертный зал. Здесь же кинотеатр на 400 мест. В декабре готовятся собирать новогодние аншлаги, совсем как в советские времена. Жизнь кипела, переливалась через край. Здесь народ толпился, роился на каждом клочке, в каждом закоулке. И сейчас я расцениваю нынешний период как период возрождения. В год 80-летия Центральный дом архитектора снова наполнен жизнью и творчеством. А в планах — полноценная реставрация. Сохранением оригинальной стилистики трёх таких разных зданий, объединённых историей одного дома.